Привет, друзья! Это канал Сетка Кап, и сейчас вы смотрите наш 26 дайджест. Ну а в начале выпуска мы, как всегда, познакомим вас с нашим новым героем. Сергей, почему именно настольный теннис, вот как ты попал в этот вид спорта, и почему ты выбрал именно его? Это произошло в третьем классе, мне было 9 лет. У меня тетя занималась настольным теннисом, она кандидат мастера спорта, и меня привела туда, к своему тренеру. Я начал ходить на тренировки. Выбор у меня был, у меня папа хотел отдать на боевые искусства, но я даже пытаться не хотел, мне вообще это не нравилось. И тетя меня привела сразу на теннис, и мне с первого тренировки все понравилось, у меня глаза горящие, я бежал только на тренировку. У меня изначально было три тренера. Это Жиченко, Светлана Николаевна, Зарубин Максим Сергеевич и главный тренер на Шевченко и Ирина Прокофьевна, она мастер спорта международного класса. И вот с самого начала они со мной втроем работали, и потом постепенно-постепенно я начал переходить с младшей в среднюю группу, с средней в старшую, и в старшей группе со мной занимался главный тренер уже. Ну, больше как занимался в основное время. Друзей, друзей у меня было, там вообще нас было много, но как бы основные у меня там были мои одногодки, с которыми я в дальнейшем играл все чемпионаты Украины, командные лиги, все. У меня было три друга, это Михаил Кабанов, Абрамович Михаил и Гнездный Дмитрий. Когда у тебя появился первый рейтинг, на каких турнирах ты играл в детском возрасте? У нас много в городе проводилось турниров, просвещенных 9 мая и Новому году. Это у нас традиционные два турнира, которые были. На них я начал изначально выступать, как только пришел на теннис, спустя полгода-год я начал выступать на них. Потом мы начали от команды, когда собрались нашим составом таким всем, мы начали ездить на более крупные турниры. Это уже и чемпионаты Украины были, и просто выездные турниры. И с тех пор мы начали участвовать в таких турнирах все вместе. Перепадов в рейтинге у меня не было, я пытался его стабильно держать. И вот постепенно, постепенно у меня я где-то единица, две, три, может, немножко понижался, но пытался его постепенно поднимать. То есть глобальных провалов в рейтинге у меня никогда не было. В 2014 году я поехал в Днепропетровск на турнир «Белые молнии», в котором я сражался за выход в 4 с Левой Кацем. Я его выиграл со счетом 3-2. И попал в финал с Владимиром Лушниковым. И там мы сыграли с ним, я выиграл 3-2, его побольше-меньше. Большие крупные турниры, это у меня был Лирс Опен в 2017 году, я его выиграл. Международный турнир, сыграл за выход в финал с поляком, обыграл его 3-0. И в финале я встретился с Валерием Петуховым с Одессы, в котором тоже сыграл со счетом 3-2 в финале. И последний как бы трешевый наш сет, это был, я проиграл 9-3 в решающем сете и выиграл на 11-9. У тебя атакующий стиль игры, соответственно, инвентарь ты тоже подбирал под этот стиль игры. Вот как ты выбирал его, чем ты сейчас играешь? Я играю основанием Patercall был SK-7. Накладка у меня Bluefire M1 Turbo, это я играю у нее слева. И справа немножко пожестче, Blue Storm Z1 Turbo. Ракетку эту поменял буквально месяца два назад. До этого я играл Доник Эпокс у меня было основание и две накладки Доника Куды. Я посчитал, что мне той ракетки немножко не хватало в мощи. При нападении у меня не было настолько жесткого вращения. Я решил поменять на более жесткий. Ну, уравноваженный стиль у него игры, больше контрольный, не агрессивный. Но долго держит мяч на столе. Ну, последний раз я ему проиграл, он сильнейший. Сейчас у меня больше наигранный. Это человек волевой, для него нет сильных игроков. Он играет свободно, раскрепощенно. С ним всегда очень сложно, тяжело. В этом это его сильная сторона. Если он задача будет ставить играть сильнее и играть лучше, то у него все получится. Есть у него потенциал однозначно. Как ты оказался на сетках АП? Кто тебе порекомендовал этот турнир? И что игры на наших турнирах тебе дали в развитии? Я, когда приехал на учебу, я немножко решил потренироваться, поднять свой уровень, как я играл раньше. Я вспомнил, что такое настольный теннис, потому что у меня был перерыв полтора года. Я пошел в месяц потренировался. Мне тренер предложил поиграть на сетке КАП, так как у меня там играют знакомые. Я обратился, меня зарекомендовали, поручили за меня. Я решил играть в сетку КАП. Я знаю, что у тебя очень хорошая статистика. Результатов на сетке КАП у тебя намного больше побед, чем поражений. Рейтинг потихоньку растет. Вот чего ты хочешь, в каком составе играть? Хочешь ли ты выше подняться или тебя устраивает вот этот уровень где-то сейчас? Я бы хотел сыграть в составе уже повыше, там где играют сейчас Клим, Чепурной. Мне кажется, я в этом составе у меня будут спустя, может, месяц, планирую набрать уровень, чтобы играть в тех составах с рейтингом до 60. Там будет возможность у меня выполнить мастера спорта, так как я этого очень хочу. Расскажи, где ты учился после школы, куда ты пошел учиться и где ты сейчас учишься? Я после школы, у нас с родителями такая нахлынула мысль, поехать попробовать поучиться в Польше. Мы туда подали, собрали все необходимые документы, подали их туда, меня приняли. Поехал я в октябре туда учиться, там учеба начинается с октября. Проучился там чуть больше, чем полгода и уехал. Мне не понравилось там учиться и вообще я изначально хотел всегда быть связанным спортом. Что-то меня перебилось, какая-то волна нашла в голове. Чему тебе не понравилось в Польше, что такого негативного было там? Я учился на веб-дизайнера и компьютерной графика у меня была специальность. Для меня это все слишком показалось скучным. Это все время сидеть с утра, с 8 утра до 4 вечера. Я сидел за компьютером, печатал всякие хэштеги, все вводил, эти символы. Для меня это настолько скучно, а я вообще не люблю долго сидеть. Я даже когда дома сижу за компьютером, я ему больше часа, двух не могу посидеть. У меня уже все трясется, давай бегать, прыгать, все. Ты вернулся в Украину, как ты оказался именно в инфизе? Я просто забрал документы и уехал. Подождал до сентября 2019 года. И поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины у нас в Киеве. Доволен ли тем, что ты учишься сейчас именно здесь, именно на этом факультете? Все ли тебя устраивает? Да, я доволен, что я сейчас учусь именно в этом университете. Факультет у меня тренерский, тренер стольного тенниса. И вот планирую его тут и закончить. У себя в городе, тренер меня брал с собой, чтобы я проводил турниры, помогал. Да и спарринговал, я тоже с маленькими стою, помогаю тренеру спарринговать. Я могу в игре, я не так себя контролирую и вообще эмоции, и тактические, я не так могу себя сконцентрировать. А вот когда много секундировал маленьких, как игра, у меня так лучше получается, я вижу всю игру. Я знаю, что у тебя сестра есть младшая, она тоже занимается настольным теннисом. Расскажи, какие успехи у нее, помогаешь ли ты чем-то, советами ей? Ей 15 лет, на выездах она играет уже, конечно, сама. Вот когда у нас турниры на месте в нашем городе, я пытаюсь приходить, смотреть, как она играет, секундировать, помогать. Рейтинг сейчас у нее 36, если я не ошибаюсь, если его заново не обсчитали. Она по своему угоду в Украине в топ-5 входит среди девочек. Сколько лет? 15 лет, она 2004 года, занимается теннисом уже 8 лет. Я знаю, что у тебя есть девушка, расскажи о ней, как вы познакомились, откуда она? После 9 класса я перешел в лицей, там мы познакомились сразу же, я был, получается, я когда перешел в 11 класс, она перешла в 10, потому что у нас лицей только с 10-11 класса, это сугубо 2, это как бы высшая школа, и там подготовка лучше к сною. И вот на протяжении этого года мы общались, потом я уехал в Польшу, мы все равно продолжали общаться, и после того, как она узнала, что я обратно возвращаюсь на Украину, я приехал, мы встретились, и вот спустя месяц, после моего приезда с Польшей мы начали встречаться. И вот уже год будет в следующем месяце, как мы встречаемся. Нет, она не играет. Следит, может, все равно? Следит за всеми моими матчами, следит на сетке. И очень нравится, как я играю в дальней зоне и кручусь во время розыгрышей. Какие у тебя еще есть увлечения, помимо настольного тенниса? К чему лежит душа? Я люблю играть в командные виды спорта, такие как гандбол, баскетбол, это у меня такие, ну, больше всего их люблю. И занимаюсь киберспортом. Я на протяжении двух лет последних очень часто играю в игру Counter-Strike Global Offensive. В возрасте 17 лет, когда я учился в 11 классе, мы собрали команду с лицеистов всех и играли турниры, в которых мы входили в топ-10 игроков среди Украины до 18 лет. И вот нам за это даже по информатике учитель ставил баллы дополнительные. Эта игра была уже на тот момент популярна, не так, как сейчас, конечно, но сейчас она более раскрученная. На то время у меня друзья, они до этого играли. И вот позвали меня. Я пару раз с ними сыграл. Ничего, конечно, изначально я ничего не понимал, куда, что делать, куда бежать. Они мне все начали рассказывать, я учил все карты, все учил. И вот мне со временем, я когда втянулся в игру, я не мог от нее просто вылезти. Хотелось бы развиваться в киберспорте, так как он на сегодняшний день очень актуальный, высоковоплачиваемый. Хотелось бы где-то себя показать на каком-то турнире и в дальнейшем продолжать даже, может быть, в этом карьере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть команда, которую мы хотим создать с Владиславом Панченко. Он игрок сетки КАП. И мы бы хотели ее назвать BBT. Это расшифровывается как Big Bang Theory. Это теория большого взрыва. Хотели бы... Мы уже набрали туда команду. У нас есть пять игроков в основном составе, один запасной. Уже ее зарегистрировали. И вот в ближайшее время будем играть первый турнир. Власне, с Сергеем я познайомился, просто судил его матч. Мне понравилась эта игра. Я подошел, после игры поговорили с ним в свободной комнате. Сергей появился приятным, как вообще, человеком. Поспілкували, что у нас, мало того, есть спальный интерес. Это Counter-Strike Global Offensive, на котором мы играем на очень высоком уровне. И мы вырешили еще принять участь в киберспортивном турнире. И сейчас уже отворили команду нашу с Сергеем. И проходим последний этап регистрации. В этом месяце, напевно, уже будем брать участь разом еще в таком виде спорта. Почему именно эта дисциплина киберспорта тебя привлекла? Да, есть и аркады, и симуляторы, и шутеры. Но вот мне нравилось. Я с детства любил бегать, стрелять. И вот не любил есть игры, как там Dota, Clash of Clans, разные. Ты сидишь, стратегии выдумываешь, я такое не люблю. Я люблю все очень быстро. Зашел, убил, все. В киберспорте, я знаю, есть большие призовые, и вообще можно заработать много денег. Это все зависит от турниров, на которых играют эти игроки, все профессиональные киберспортсмены. Но если это масштабные турниры, связанные с многими странами, Европа, мир, то это в энных тысячах долларов оплачивается это все. Я знаю, что у тебя тоже есть татуировки. Расскажи историю их появления. У меня татуировка вот здесь, на этой части руки. Never back down. Что это означает? Это расшифровывается как «никогда не сдавайся». Эту татуировку я набил и эту, и эту. Это у меня самолетик. Она у меня ассоциируется с путешествиями. Я с детства любил ездить и с папой, и с дедушкой на машине. На всех видах транспорта я любил с детства ездить. Куда ни поездка, везде я должен быть. Эти татуировки я набил на свое 18-летие. Прям в тот же день я поехал и их набил. В прошлом году? Да, в прошлом году. В Николаеве, в тату-салоне. Помимо этого, я знаю, ты машинами увлекаешься. У тебя есть машина. Насколько в Инстаграме можно об этом судить? Да, я с детства люблю машины. Мне папа с лет 14 всегда давал мне пробовать ехать самому за рулем. По возможности я ездил сам. 17 лет я уже даже вообще без папы ездил, где можно было. А в 18 лет я сразу же пошел сдавать на права, сдал на права. И вот уже спустя полгода я уже езжу сам. Пока на папиной машине, но в дальнейшем хочу себе купить свою. Есть ли у тебя какая-то мечта, которая еще не осуществилась? Вот чего ты хочешь добиться вообще в жизни? Думал? Я хочу выполнить мастера спорта и сыграть товарищеский сматч Стима Боу. На стольном теннисе. Малон. Михаил Жолобак. Верс Оупен. Надпорожский Алексеевич. Хотел бы сыграть с Антоном Лимоновым. Вознесенская ротонда. Киберспорт, прогулка и покупки. Франция. Ауди. Серджик. Макс Корр. Послушать музыку. Черный. История Украины. Ключи от машины. Когда в детстве начала у меня греть собак, я убежал. Ричи. Ну, я танцевала на столе в лагере. Необычно. Танцевал на столе. Баттерфляй. Герой одного из наших предыдущих дайджестов Михаил Мосюк наконец-то достиг своей цели. После пересчета турниров сетка кап, сыгранных по 6 февраля, его рейтинг поднялся до 61 пункта. А это значит, что он выполнил разряд мастера спорта. Близо к цели и Михаил Жалубак. В конце декабря он уже приближался вплотную к 60 пунктам в украинском рейтинге. И вот, после серии ударно проведенных турниров в начале февраля, у него 59,8 балла. И уже в ближайшие выходные Миша сделает новую попытку преодолеть заветный рубеж. Надо сказать, что минувшая неделя оказалась как никогда продуктивной для братьев Жалубак. В течение пяти дней, семь раз победителями турнира становились представители этой семьи. По две победы на счету Михаила и Владимира. А Роман Жалубак выиграл три турнира подряд 11, 12, 13 февраля. Всего за неделю рейтинг Романа подскочил почти на 10 пунктов и теперь составляет 57,5 единиц, что является личным рекордом этого игрока. Кто же раньше выполнит разряд мастера спорта? Роман или Михаил? Среди других победителей турниров, состоявшихся за последние 10 дней, отметим Анатолия Заплетнюка, который трижды подряд занимал первое место. А вот Дмитрий Запорожец, бойцовские качества которого мы совсем недавно отмечали, сейчас отличился уже негативным поступком. После того, как Дмитрий не смог выиграть сет у своего соперника, хотя вел в нем со счетом 9-0, он не придумал ничего лучше, чтобы выместить свою злость на стене зала. Итог для игрока. Проигранный матч, штраф и отстранение от игр на какое-то время. А зал теперь снова подлежит ремонту. В следующем дайджесте мы расскажем о том, как прошел чемпионат Украины в Чернигове. А сейчас хочется отметить достижение одного из лидеров сборной Украины Евгения Прищепы, который дошел до финала престижного турнира ITTF Challenge Plus в Португалии, где в упорной борьбе проиграл немцу китайского происхождения Цю Даня. А на пути к финалу Прищепа обыграл в частности португальца Тьяго Аполлони, игрока, который в свое время был 13-й ракеткой мира. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у нас все. Ждем от вас комментариев и напоминаем, что следующая наша встреча ровно через 10 дней. Играйте в настольный теннис! Субтитры создавал DimaTorzok